Отцовское воспитание. Мужчина навешал подзатыльников двум четвероклассникам прямо возле супермаркета на глазах у прохожих. Сам он говорит, что заступился за сына и просто не сдержал эмоций. В соцсетях люди разделились на два лагеря. Кто-то поддерживает мужчину, а кто-то хочет его наказать. Что стало и причиной конфликта, расскажет Григорий Горячих. Я считаю, что я своего ребенка воспитала. Он пришел решить конфликт. В итоге он получил за это оплеуху от взрослого человека. Эти оплеухи попали на камеру видеонаблюдения супермаркета напротив школы. Мужчина подходит и сразу же бьет по голове одного мальчика. А после небольшого диалога замахивается и дает затрещину второму ребенку. Вчера весь вечер был озноб, у него поднялась температура. Его рвало и вечером, и ночью. И сегодня, допустим, с утра мы его спрашиваем, как ты себя чувствуешь. То ничего-ничего, то все как в тумане. У него болит именно та сторона и шея, и ухо, и голова, вот именно куда был удар. По словам мальчиков, они после занятий катались на плюшках на школьном дворе и увидели, как несколько второклассников бьют другого палкой. Но они и решили заступиться за младшего. Только вот младшим ребятам это не понравилось, и они стали обзывать четвероклассников. Я сказала, зачем ты так обзываешься? Он ничего не сказал, они и дальше пошли драться. И мы их разнимали. Он позвонил своему папе, его папа приехал и нас, ну, можно сказать, побил. К этому времени ребята уже и переместились к магазину через дорогу. Второклассники продолжили оскорблять старших ребят, а те, в свою очередь, пытались научить их жизни. Скажено было, что просто следующий раз, если он еще раз обжает своих родителей, будет уже извиняться на коленях, было так сказано. Именно это очень сильно не понравилось отцу одного из второклассников. После того, как ему позвонил испуганный сын и сказал, что его бьют и заставляют встать на колени, он моментально прилетел выручать своего ребенка. Я не спорю, здесь тоже есть моя ошибка, что я как бы не сдирал свои эмоции. Ну, я говорю, когда позвонил мне ребенок, весь в слезах трясущийся, что там меня хотят поставить на колени. Ладно бы, как бы они подрались бы, там, другой разговор, там, дали бы, ну, там, побили его по животу, там, и другой разговор. Я не спорю, я бы даже лезть бы не стал. Но когда ребенку ломают психику и заставляют вставать на колени, прилюдные извиняться, ну, извините меня, это уже, ну, к чему приходится. По словам мужчины, его сына таскали по школьному двору и били в живот. Поэтому он и не смог сдержать свои эмоции. Правда, мама четвероклассников это отрицают. Сегодня в школе они смотрели камеры видеонаблюдения и говорят, что там полностью подтверждается версия, которую рассказывают их дети. Да и на колени никто никого не ставил. Правда, слова про это все-таки были. Никто никого на колени не ставил. Было, мой ребенок сказал вот этому мальчику, да, если ты не извинишься, а, за свои слова ты будешь извиняться на коленях, за слова мамы, то, что он сказал. А ты родился, да, что-то обидное сказал про маму. То есть он сказал, ты знаешь, что за такие слова извиняются на коленях. Но никто на колени не поставил. Мамы четвероклассников отвезли своих детей на экспертизу и зафиксировали их состояние. Сейчас обе стороны написали друг на друга заявление в полицию. Именно там будут проводить проверку и выяснять, на чьей стороне правда. Делом интересовались даже в Москве. Информацию об этом разместила представитель МВД Ирина Волк. Мужчину уже допросили. Он публично извинился за свои действия. Сейчас ему грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток. Григорий Горячих, Данил Дубенко, 7 канал.